здравствуйте мои дорогие сегодня я начинаю свой влог вот такого блокнотика увидела в инстаграм объявлением заданием бога от скрам крым наверно правильно называется канал я совсем недавно на него подписалась мне очень показалось у них интересная публикация и вот увидела у них объявлениям в стиле бог я работала давно вот сейчас некоторые другие стили пробую но стиль бога мне знакомы я очень люблю его люблю всякие вот рюшечки шаби ленты люблю делать украшения своими руками вот что хотел сказать по этому блокнотику родился он у меня вчера это совершенно быстро сложилась картинка как только я взяла вот эти вот маленькие домики и вот такую чудесную ленточку меня такая рюшечка гофрированный шифон вот приложила сделала вот такие завязочки смотрите у меня здесь ли он мягкая обложечка отштампованные вот я штабики покажу и вот когда я приложила вот трюшечку с киперной ленты сразу поняла что у меня здесь получается какое-то такое вместе с домиками как деревенька я не очень давно делал из эпоксидной смолы вот такие вот обложечки для блокнотиков вот вот это обложечка очень давно ждала свои как бы продолжение своей истории вот здесь настоящие ромашки летом засушивала и посмотрите получился как будто экран до через которой солнечно такой экран деревне ромашково со старыми домики чебор такой фанерный да по моему это так потому что это не картон чеборт вот домики пришли как раз ножички мне от фэнтези вот такой листик грибочки и вот получился меня вот такая деревенька здесь вот шнур вощеный с листиками все у меня в листиках сердечках вот это тоже эпоксидная смола с цветочками вот внутри залита вот такой у меня чудесно получился блокнотик сейчас я покажу его внутри но сначала хотел показать штампики маленькая совершенно посылочка это с джума пришла в субботу я ее принимала уже как бы не снимала распаковку для влога вот оказались очень красивые качественные штампики смотрите вот такой вот набор здесь бабочки шестеренки ключик такого цветочный мотив именно еще с текстом и вот васили очки вот очень интересный чип борт в том плане что очень хорошо оттиск оставляет даже на ткани посмотрите и он очень плотно при клеен вот к этой основе не пришла идея не снимать его чтобы потом отдельный штампик делать какой-то и оставить просто отрезала от нас но на основе вот это оставил который вот есть и вот этими двумя штампиками я сразу воспользовалась вчера посмотрите какая замечательная штамповка должна ткани вот здесь вот перепад вот до высот потому что переплет все равно очень очень хорошо все отштамповано здесь вот васильочки там вот с той стороны у меня васильочки вот смотрите какая прелесть очень хорошо и штампа прям вот сработал замечательный план дело мне в тему и очень вовремя пришел завязочки в так вот развязываются сейчас я покажу это антистресс и блокнотик готовый вот так вот у меня здесь форзац украшен с бордюр чик а вот такой вот блокнотик можно заполнить своими какими-то записями здесь он больше как ежедневник да и по разукрашивать из остаточков сделала бумажки вот такую закладочку а тоже отштамповал ее все вот здесь все у меня маленький кармашек да вот здесь то что осталось вот от этой бумажки то есть вот это вот там обратная сторона вот из кармашек тоже с грибочками вот и захотелось небольшую фишку сделать то есть у меня здесь вот это кристаллик украшения превращается закладку то есть это вот сюда и получается закладка а здесь остается милый бантик с бусинками сващеным шнуром то есть блокноте вот в этом ежедневнике две закладки 1 вот такая плоская и вот такая вот замечательная вот кристаллик с цветочками вот вот такой блокнотик у меня получился и мне захотелось чтобы обладательницы этого блокнотика было не только закладочки и вот такая вот брошечка вот брошечка крепления брошь вот именно на платьице или на куда-нибудь на сумочку можно приклеить прикрепить закрепление вот вот такая вот розочка родилась у меня вот к этому блокнотику вот это то что касается вот этого блокнота участвую я еще раз повторяю в домашнем таком задании от скраб крем и здесь у меня ножички фэнтези которые сейчас я покажу посылку распаковку вот блокнотик я отложу и дальше мы приступаем к распаковку моей посылочек и вот так вот она у меня моя посылочка мне конечно уже кое-что из нее попробовала вот но все равно хотел поделиться пока ее не расформировала по полочкам что же у меня внутри вот такая посылочка и самое верхней что у нас здесь сейчас смотрите накладная у меня с моими ножичками ножичек шиповник я его тоже попробовала оттиск очень хороший вот он это самый листочек который я использовала на обложке и вот они грибочки так это у меня папоротничек номер три все ножички я уже открыла посмотрела как они прорубают все очень замечательно мне очень понравились ножки от фэнтези вот это гортензия скоро будут у вас цветочки в обзоре и это эхинацея вот только что обратно убрала чтобы показать все что это вот такой самый большой ножик такой смотрите здесь три размера цветка и два размера тычинок из них я уже сделал цветочки сейчас я вам их покажу в конце распаковочки вот из него я уже прям вот очень довольна какие получаются цветочки давайте только сначала досмотрим всю посылочку и покажу уже цветы дальше у меня вот такая красота это я в последний момент увидела что у них поступил в продаже вот такое благо лис клей тут который не токсичный прозрачный водостойки вот так вот он пришел весь перемотанный что видно наверное при деформации если случайно на почте чтобы не залил бумагу еще не пробовала еще не открывала посмотрим как он будет в работе дальше и дальше моя красота это набор немножечко я заказала картон вот остаточки три штучки на складе были вот пять вот такого размера вот сюрпризик от фэнтези вот шоколадка и вот так у меня набор выражает двухсторонние я хочу сделать скрапмания воспользоваться таким приложим предложением от фэнтези я решил когда у них в майске была акция на до 15 числа 15 процентов скидка и не удержалась и заказал этот набор для своего альбома будущего вражи здесь у меня баночки да для шейкера то есть можно сделать шейкер сейчас я попробую даже открыть еще не открывала вот эти баночки то есть баночка и вот с такой вот да вот так вот можно сделать шейкер что-то туда насыпать так вот такой уже котел здесь котел фишечки тоже откроем видите да это красоты я даже без вас и не добралась еще вот так была увлечена ножа проверкой ножей и блокнотом чтобы сделать к сроку вот так что это даже не открывал вот такие фишечки там их два набора было фишек которые мне очень понравились ну вот пришлось выбрать один вот потому что два я скорее всего и не смогу все в альбом используется вот такие наклеечки набор наклеить у меня здесь два точнее два листочка они разные здесь больше бутылочек всяких да и вот здесь вот грибочки и растений сама в рожей так это сейчас все чтобы было видно и сама бумага сама бумага наверное всем знакомо вот такие здесь карточки для вырезания с растениями с разными я сейчас очень быстро покажу да вот с двух сторон вот чтобы именно принты очень такие растительные красивые сочные вот очень красиво смотрится я пока буду думать в каком формате я его буду делать скорее всего это будет большой 20 на 20 потому что здесь есть очень большие принты которые не хочется резать сильно вот то есть это примерно 20 на 20 меня устроит или может быть наоборот вытянутый такой сделаю где-нибудь 25 на 20 смотрю смотрите какие очень красивые листы сочная такая зелень но она приглушенно сочная действительно такого таинственной какой-то здесь вот тут мне нравится арка я недавно такого плана арку делала для проекта лавандовой истории по нему я тоже сделала обзорчик и скорее всего прикреплю следующим влогом обзора по еще другой посыль другим посылочкам и про самому альбому который я участвовал проект лавандовая история вот и от лавандового видите мне все захотелось на более натуральное и такое растительное вот хотя лаванда тоже растительное там у меня были в основном краски спрей и грунтовка а здесь более такое все натуральное без каких-либо сильных перекрашивания будет вот хотя тоже немножко буду добавлять штампинг вот поэтому заказала штампики вот такая у меня получилась маленькая посылочка но очень-очень интересная и очень мне нужная вот смотрите это я сейчас все убираю и покажу сейчас очень быстренько вам цветочки вот из такого ножичка я сделала вот такие цветочки милые это все все из этого ножа я попробую сделать теперь еще мастер-классы по небольшим большим таким вот обзорчиком как делают цветы из одного ножа разные а вот здесь у нас три именно с лепестками и два тычинки вот это цветочек я его разделила на два да вот смотрите здесь акварельная бумага и перламутровые краски и спреев смотрите здесь два яруса то есть большой и средний получается и один ярус тычинок вот он получается вот а это маленький и ярус еще тычинок вот единственно что у этого цветочка я сделала еще ножом чашелистики я потом покажу наверное такой ножик какой у меня ножик и это все сделано да вручную и покрашена вручную да соответственно вот ножик вырубается тиснение идет уже по мокрому вот а вот это я решила сделать космею из этого ножичка вот и совсем мы разделила то есть все три это отдельно стоящие три цветка здесь большой поменьше и совсем маленький здесь у меня все вот эти тычиночки и даже немножечко вошел ножик от гортензии который я вам тоже сейчас показывал вот такая у меня получилась косме из этих ножиков то есть это два совершенно противоположных да вот посмотрите да вот как вот они по-разному совсем вот смотрится а ножик собственно говоря один и тот же и тоже акварельная бумага и здесь покраска розовая с перламутром а здесь вот кармин розовый такое только краешки вот и еще я хотела показать вот такие два цветочка это из тутовой бумаги тут вы бумага у меня пришла это аярд вот я сейчас я тоже покажу эту посылочку и один лист я как раз вот из него попробовала здесь тиснение по сухому совершенно плоско практически получается такая ерберка ну или хиноцея как можно как хотите ее назвать но скорее всего это все-таки не хиноцея а ербера у меня получилось или вот хризантемка ее еще можно назвать да вот такого стиля здесь все тычинки плюс еще тычинки обычные я вставляла то есть тычинки от ножа и обычные а это тиснение по мокрому более он такой гофрированной получился смотрите такой вот более такой вот он пышненький вот то есть имеет место быть вот разного вида прием тиснения по мокрому и по сухому но ножик одинаковый и полностью весь набор то есть все три лепестковые и все три тычинковые вот такие у меня получились цветочки совершенно разные все благодаря вот этому ножику от фэнтези и хиноцея вот здесь вот видите размер от 3 до 3,8 но вот у меня получились вот такие вот разные красивые цветочки хризантемки, космея и хиноцея так сейчас мы будем еще распаковывать другую посылочку какую бумажку я себе заказала вот как раз вот для этих вот цветочков так и еще одна посылочка просто от фэнтези и от ярта мне пришло все в один день вместе с ножиками с одним ножиком с джума и со штампиком вот с джума я обычно не вкладываю во влох только если их очень много ножей сразу приходит и тогда я делаю какой-то обзор вот если интересно будет я потом по ножичкам могу сделать какие у меня есть отдельный обзор вот и какие у меня есть штампики вот а пока у меня есть вот такая вот посылочка которую я тоже хочу поделиться с вами такой радостью первый раз я заказывала фирма ярд сподвигла меня на то что я решила делать цветочки вот такие ручной работы да и не только для себя но и для других вот буду делать на заказ если что обращайтесь пишите вот и я заказала у них появился в продажа тутовая бумага вот видите у меня здесь вот и прям сразу видно что я этот лист начинала отрезала это как раз вот я эти ножички использовал здесь первый был проход и вторую да вот то что я уже взяла вот целая вот такая посылка это вот была у меня тутовая бумага и немножечко ножичков вот такая бумага это вот 55 рублей стоит вот такой лист здесь у меня двойной да вот когда вы какие-то позиции я делала двойной заказ сейчас я вот это вот вытащу и покажу весь спектр бумаги которые у меня есть то есть это вот такой вот у меня разнообразие бумажки батарейка у меня садится на телефон ничего страшного мы как раз успеем доснять смотрите зеленые разного оттенка и красные яркие вот такая у меня замечательная тутовая бумажка теперь есть в наличии вот из нее я буду делать цветочки пишите кому нужны и стутовые бумаги напоминаю что из стутовой бумаги у меня получились вот такие цветочки мокрое тиснение и сухое тиснение вот а еще я заказала у аярта вот такие три ножичка это как раз чашелистик вот этот вот сзади вот здесь ничего нету а вот у этих цветочков сейчас я сейчас сейчас минутку вот сейчас я покажу отодвину коробочку смотрим пока цветочки вот на них вот такая моя полянка здесь теперь поселится вот у этой хризантемки вот этот чашелистик вот эта задняя часть вот этот пятилистный а четырехлистный он еще меньшего размера и к сожалению вот к этой хризантемке он этого размера не подойдет но вот этот размер должен подойти вот к этой лилии это вот тоже я попробовала уже ножичек очень хорошо вырубает из него еще цветочек не делаю как только сделаю покажу как он получается так чашелистики я уже вам показала и еще у меня такой ножичек мелкоцвет вот такой очень красиво получается когда она славит друг на друга то есть здесь получается все меленькие да вот можно сирен делать какие-нибудь незабудочки маленькие вот и вот здесь я вложила просто этот листник от клевера он очень похож на эти но у него тиснение по краешку это мне положили в подарок вот такой у меня мешочек получился пакете красным горошек я его когда сразу увидела поняла что это подарочек за заказ вот был как раз там этот ножичек и вот такая вот прелесть вот такая надпись твоя улыбка это чудо ленточка с люрексом розочка как раз из тутовой бумаги вот такой вот он вот такая фишечка прозрачная и вот этот вот раз ножичек был в подарке вот в этом пакетике вот что же у меня еще в этой помимо тутовой бумаги вот этих трех ножичков я заказала себе кальку кальку вот такую вот плотную два листа она не очень прозрачная очень мне нравится когда вот из такой бумаги делают или эльфийские цветы или фуансетти вот тоже буду пробовать еще не пробовал как видите не показываю вам никаких образцов цветочков и заказала я вот такие бабочки для вырезания для своих работ очень мне понравились что их как скруппировали по цветам да и но вот разно при этом формы разного размера вот здесь вот совершенно разнообразие я вся была в задумках какие же мне именно захотелось вот поменьше размера взяла побольше размера и вот такие у меня еще бабочки двойной лист это один листик я сразу откладываю это для моей сестры в подарок она еще о них не знает вот от фабрики декора вот скоро я сделаю ей посылочку она тоже у меня занимается скрапом ламешина галина у меня есть в инстаграме и она у меня в друзьях вот но она у меня такая скромняшка и очень мало себя позиционирует хотя работа не очень великолепная своей самобытностью такой вот необычный у нее такой стиль отличный от меня она делает скрап вот этот листик это для нее и для нее я еще как раз делаю вот эти всякие цветочки вот она очень много делает объемных красивых открыточек вот и я как раз тоже сделаю наверное обзор по ее открыточкам которые она мне присылает для того чтобы я их реализовывала вот и вместе со своими и вот эти цветочки ей будут очень 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 нужны вот такой у меня сегодня обзор двух посылочек мы там сейчас еще извините вот такого моего блокнотика вот в стиле бога с этими ножичками от фэнтези с грибочками вот и хочу сказать что я очень довольна этими двумя фирмами которые вот прям вот последние ко мне пришли эти посылочки от айарта и от фэнтези вот очень мне понравилось качество самих ножей упаковку вот видите прям коробки еще ничего не убирал из коробок как все упаковано и очень мне понравилось как люди относятся к своей работе очень быстро то есть у меня через три дня из Тюмени из Уфы адреса оттуда до Москвы через три дня доехала посылка то есть сразу оперативно сделали упаковку отправку и дальше почта России конечно меня тоже удивила вот что так очень быстро доставили так всего доброго до следующего включения пока пока